Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары и загорания спасатели выезжали уже более 2500 раз. На пожарах за это время погибли 10 человек. Пострадали 39, в их числе один ребенок. А вот более 1900 человек работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон в ходе боевой работы. А сейчас подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник из дошкольного центра развития ребенка на улице Русиянова в Уручье эвакуировали 145 детей и 35 работников. Около часа дня в прачечной произошло возгорание имущества. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и потушили огонь. Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. А в результате пожара поврежден сушильный барабан, белье и входная дверь в помещение. К счастью, никто не пострадал, а воспитатели провели для детей внеплановое занятие по пожарной безопасности. Во вторник вечером на улице Лещинского в природную ловушку угодил пятилетний ребенок. Спасатели оперативно выехали на помощь. Как оказалось, мальчишка, гуляя с родителями, по неосторожности засунул колено между двух деревьев и не смог самостоятельно достать. С помощью специнструмента мальчик был освобожден. Медицинская помощь ему не понадобилась. Минск чрезвычайный. В среду вечером пожар вспыхнул в одном из частных домов столицы. В плену огня оказалась 59-летняя хозяйка дома на Алтайском переулке. Когда на место ЧП оперативно прибыли спасатели, женщина без сознания лежала на полу в одной из комнат. С серьезными ожогами и отравлением продуктами горения пострадавшую передали бригаде скорой. Предполагается, что причиной разгула огненной стихии стала незатушенная самой хозяйка сигарета. Для привлечения внимания общественности к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении в эти дни продолжается республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». Работники МЧС обращают особое внимание на повышение бдительности населения столицы к вопросам собственной безопасности и заботы о тех, кто находится рядом. Рассказывают о проблеме гибели из-за непотушенной сигареты и напоминают правила безопасности. Не курите в постели, выбрасывайте окурки в пепельницы. Следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи или пол. В четверг по причине короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке загорелся «Фиат Добло». Сообщение о загорании автомобиля, припаркованного на улице Прушинских в дежурную службу МЧС, поступило около шести вечера. Спасатели оперативно прибыли на место вызова, однако огонь уже успел повредить не только итальянский минивэн, но и припаркованные рядом легковые автомобили «Пежо» и «Митсубиси». Никто из владельцев не пострадал. Минск чрезвычайный. А вот в субботу вечером пожар случился в пятиэтажке на улице Чигладзе. О подозрительном запахе дыма пожарным сообщили бдительные соседи. Оперативно прибывшие работники МЧС из горящей квартиры спасли 43-летнюю хозяйку. С отравлением продуктами горения женщина была госпитализирована. Еще восемь человек, один из них ребенок, спасатели эвакуировали из вышерасположенных этажей. Предполагается, что к трагедии чуть было не привело короткое замыкание мультиварки в кухне. Следует отметить, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Эксплуатация электроприбора после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти его поломка, которая и приведет к пожару. Также помните, что ни в коем случае не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Если загорание все же произошло, необходимо обесточить электроприбор и только после приступать к его тушению. Если вы не уверены в своих силах и безопасности при тушении, незамедлительно покиньте помещение и вызовите спасателей по телефону 101 или 112. О происшествиях на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.